На передовой постоянно находятся и сотрудники дежурной части регионального управления МВД. 15 марта часть отметит полувековой юбилей. Сегодня это отдельное и очень важное подразделение полиции, которое не только регистрирует обращения граждан с сотрудниками дежурной части, встретилась Юлия Шалаева. Дежурной части управления внутренних дел 50, но по факту история этой службы ведет свое начало с 18 века. Тогда в России появились так называемые управы благочения, где трудились частные приставы. В их обязанности входил прием заявлений от граждан, причем круглосуточно. В советские годы функции дежурной части выполняли отдельные сотрудники. Самостоятельное же подразделение появилось лишь в 1965 году. Первые официальные дежурные Аркадий Казаков, Анатолий Каковихин и Юрий Безносиков принимали в этих стенах сообщения о происшествиях и преступлениях. Как сработает дежурная часть, значит так и будет раскрыто преступление. Если все сделали правильно, оперативно отреагировали, то, соответственно, преступление быстро раскрывается, и человек восстанавливается в своих правах, потерпевший. То есть мы защищаем его все конституционные права, как гражданина. Вскоре у дежурных появились помощники, которые работали на телетайпах. Марина Пескишева пришла в милицию практически со школьной скамьи. Начала работать в 81-м и по сей день на службе. Говорит, раньше, чтобы отправить одну ориентировку в райцентр, требовалось 2-3 часа, потому что рассылки делали на перфоленте длиною до 3 метров. У нас стояло 4 вот таких аппарата. Комнатушка была примерно вот такая всего лишь. И был такой грохот. Поэтому мы очень громкоговорящие девушки, которые работали на телетайпе. И было очень шумно. Сейчас, конечно, работать в удовольствие. Сегодня дежурная часть оснащена хорошей техникой. Печатные машинки заменили компьютеры. Появились современные средства связи. Неизменным остался профессионализм сотрудников, которые и днем, и ночью готовы выслушать и принять информацию. Кроме регистрационной здесь выполняют еще одну важную функцию – координационную. Когда случается ЧП или серьезное правонарушение, именно сотрудники дежурной части координируют действия служб. Бывает, что угнанный автомобиль находят, не выходя из кабинета, или ловят преступника по горячим следам. Всего в подразделении трудится 18 человек, по 4 в смену. И некоторые из них свой профессиональный праздник встретят на посту. Пользуясь случаем, поздравить наших ветеранов. Есть у нас среди ветеранов МВД, есть ветеран Великой Отечественной войны. Это Шаров Петр Тихонович, который в составе 147-го миноветного полка принимал участие в освобождении Маньчжурии. В этих боях был ранен, был награжден медалью «За отвагу». Хотелось бы пожелать крепкого здоровья ему и всем ветеранам, ну и действующих сотрудников. Тоже хотел поздравить с этим юбилеем, пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, ну и карьерного роста. Юлия Шалаева, Денис Тружков, Вести, Киров.